Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённые в СССР». В студии я и её ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы. Звоните нам по телефону 617-5197. Наш электронный адрес в интернете – nostalgia.tv.ru. «Рождённые в СССР» «Рождённые в СССР» Да, я только думал о том, откуда же эти сведения. От кого-то лично или из интернета? Это лично из интернета. У нас базы очень разные, поскольку мы люди, рождённые в СССР, и источники информации привыкли доставать. Как-то раньше в СССР доставали даже из закрытых каких-то уголков. Поэтому, я надеюсь, ничего не соврал. Нет, всё верно, верно. Я рад, что вы к нам пришли, наконец. Потому что мы давно приглашали, давно переписывались. Вот, наконец-таки, свершилось. И молодой, талантливый режиссёр у нас сегодня в гостях. Поподробнее про Евгения я расскажу сейчас в визитке, потом вернёмся. Евгений Писарев родился 3 мая 1972 года в Москве. С третьего класса занимался в театральной студии «Начало» под руководством Евгения Фридмана. В 1993 году окончил школу-студию «МХАТ». Курс Юрия Ерёмина и был принят в труппу театра имени Пушкина. Среди ролей, сыгранных на сцене этого театра, Хлистаков в «Ревизоре», Ник в «Великом Гэтсби», Октав в «Проделках Скопена», Тим в откровенных полароидных снимках и многие другие. С 1996 года работает как режиссёр. На протяжении нескольких лет сотрудничал с английским режиссёром Декланом Долананом в качестве режиссёра-ассистента. Преподает актёрское мастерство в школе-студии «МХАТ». В 2007 году стал помощником художественного руководителя «МХАТ» имени Чехова Олега Табакова. С 2010 года является художественным руководителем Московского драматического театра имени Пушкина. В числе режиссёрских постановок «Остров сокровищ», «Любовь и всякое такое», «Ревизор», «Кот в сапогах», «Много шума из ничего», «Великая магия» в театре Пушкина, «Конёк-горбунок», «Пекинский клуб», «Призрак в МКТ» и мюзикл «Звуки музыки». Лауреат театральных премий «Чайка», «Хрустальная турандот» и «Золотая маска». Заслуженный артист Российской Федерации. Так, святой, о нём Евгений Пизарев в прямом вашем распоряжении. Что-то Евгения рассмешила в данном случае, не знаю, что. Чего такого смешного я рассказал зрителям? Да нет, нет, всё верно, всё так. Знаете, я просто до сих пор... У меня какое-то такое непривычное чувство, когда обо мне как-то в третьем лице, и когда идёт какая-то справка, и там... Со мной ли это было, да? Со мной ли это было, мои фотографии листаются там, да, из каких-то спектаклей. Не знаю, я до сих пор не привыкну никак... Я как бы ушёл в тень в какой-то степени, начав заниматься режиссурой, потому что, как артист, я не могу сказать, что я был неуспешен. Но я как-то был очень не в своей тарелке. Я как-то вот понимал, что у меня какой-то хромосомы не хватает для того, чтобы, не знаю, может, это просто была какая-то стеснительность или какая-то недостаточная вера в себя там, или что-то такое. Я ушёл как бы по другую сторону рампы, но получается так, что я теперь, так сказать, даю интервью и встречаюсь вот с вами, да, и приглашён сюда, и всё равно я должен быть по эту сторону. И всё равно я, собственно говоря, о себе смотрю там какие-то справки, поэтому меня это всё немножечко веселит. Мне всё кажется каким-то таким приключением, которое со мной произошло и происходит до сих пор. — Ну, это же здорово, что есть такое приключение в жизни, что оно ведёт по жизни таким образом. Это же кайф в определённом роде, что мы наслаждаемся жизнью таким образом, что мы занимаемся любимым делом, что мы ищем себя в этом любимом деле. — Абсолютно. Я ещё просто имею в виду, что я как-то с большим юмором пытаюсь относиться к собственной карьере, и даже к тому, что я руковожу сейчас театром, да, и вот, как нам было сказано, наслуженный артист, там, ещё что-то. Ну, как-то вот, как-то, мне кажется, пока мы иронично относимся к самим себе, мы остаёмся людьми и как-то развиваемся, и, может быть, и дальше. — То есть ирония вручает жизни, да? — Ну, абсолютно. — И самая ирония прежде всего, да? — Всё иначе можно просто сойти с ума от серьёзности всего, что происходит вокруг, и от той ответственности, которая на мои плечи обрушилась. — Ну, одно дело, иронично или самоиронично относиться к себе, а другое дело, иронично относиться к своим постановкам. Это вот тоже разные вещи немножко, да? К тем вещам, которые вы делаете. — Ну, это, конечно, по-разному, но я тоже с иронией отношусь к людям, которые слишком серьёзно относятся к тому, что они выпускают, что они делают. Вот, так сказать, я как-то с собой сам договорился изначально, что я не собираюсь какие-то такие оставлять плевки в истории театра, да, или какие-то, так сказать, ну, что-то там, вот как-то свой вклад внести какой-то, и всерьёз об этом, по крайней мере, рассуждать. Мне нравится этим заниматься. Как говорит мой учитель Олег Павлович Табаков, это весёленькое дело. Вот, когда мы занимаемся этим с ощущением, что мы весёленьким делом занимаемся, за которое нам приплачивают ещё, тогда есть какое-то в этом, мне кажется, какое-то здоровье какое-то есть в этом. И, может быть, то, что в моих спектаклях всегда присутствует юмор и всегда присутствует ирония, это тоже говорит о каком-то таком моём желании не терять этого здоровья. Ну, такого ощущения какого-то... Табаков тоже всё время, кстати, говорил, он говорил, что смотрит какой-нибудь спектакль, драму или даже трагедию, и говорит, юмора не хватает. А я, будучи его помощником, говорю, ну какой же тут юмор-то, ну король лир или что-то такое, какой же здесь может быть. Он говорит, не пойми, юмор — это здоровье спектакля. Если зритель периодически не выдыхает, а смех, собственно говоря, там улыбка, смех — это есть некий выдох, то он просто грузится, нагружается, уже в какой-то момент устает просто. И он уже ставит блок и не воспринимает то, что пытается ему режиссёр рассказать. То есть в любой драме передышка нужна просто, да, вот такая, где можно... И в драме, и в жизни везде нужна какая-то передышка. Вообще, мне кажется, что драма и трагедия — это не совсем про вас. Да, вот если говорить о режиссуре, о вашей, вы всё-таки человек такой, наполненный, мне кажется, какими-то ироничными, лёгкими спектаклями, наполненных юмором, музыкой, да? Ну, наверное, так, наверное, так. Хотя всё... Хотя, может, критики ругали вас за это, за какую-то некую поверхностность, да, в драматургии. Это такая история в нашей стране, что то, что где-то в другой стране, не будем говорить, в какой, самое высокооплачиваемое и самое, так сказать, ну, какое-то знаковое, знаменитое и так далее, да, то у нас немножечко чуть-чуть как будто бы, ну, не то чтобы стыдное, но так вот, ну, как сказать... Немножко не искусство, да. Немножко как-то не искусство, немножко как-то вот на второго, второй ряд какой-то режиссёров, второй ряд театров там и так далее, спектаклей. Ну, мне кажется, это несправедливо, и мне кажется, что такой жанр, как комедия, такой жанр, как мюзикл, это самые честные жанры, если говорить про театр. Ну, не будем говорить, в какой стране, Евгений только что вам сказал, друзья мои, недавно вернувшись из Бродвея, собственно. Имея в виду, видимо, ту страну, про которую... Ну, да, 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 да. Нет, я имею в виду, что честное, потому что тут нельзя спрятаться за странность, за какую-то новую режиссуру и так далее, и так далее, и тому подобное. Это очень честное. Понимаете, зритель аплодирует, зритель смеётся, зритель покупает билеты. И это честно, и это театр для людей, а не для критиков, не для премии, не для пафоса, не для чего-то ещё. То есть ты руки сложил, чай, но одна литва. Давайте, действительно. А вот скажите мне, месяц на Бродвея вас перевернул каким-то образом? Или вы поняли, что, о, это всё равно не про нас? Никогда у нас такого не будет, и не этой дорогой нам идти. Конечно, это всё не про нас. Конечно, это с молоком матери нужно как-то, понимаете, это совершенно другое. Вот сейчас вышел мюзикл, как он называется, «Поющий под дождём». Он сейчас в Москве идёт. И я знаю, что мои знакомые, артисты занимались степом три месяца. И били с утра до ночи, и готовились. Потом приехали англичане и сказали, нет, ну это никуда не годится. А это были лучшие степисты. И я понимаю в какой-то ситуации, для нас это потолок, это прекрасно. А для них, а где свобода? Они смотрели вообще не на ноги людей, а на руки в этот момент. Мы-то акцент на другом сделали. Ну да, да, да. И я понимаю, что, конечно, ну, конечно, просто другой менталитет, другое ощущение жизни, другое ощущение театра. И, конечно, ну, можно сказать, что у них с драмой не очень хорошо, скажем, в Америке. Но, конечно, когда мы говорим о жанре музыкальном, когда мы говорим о жанре развлекательном, то тут нам... Там слишком... Это то же самое, что сравнивать Голливуд и нас, понимаете? Там это, как это называется, система. Там это, ну, какая-то разработанная годами, десятилетиями и работающая, замечательно, коммерческая, безусловно, структура. Коммерческая. Ну, что у них с драмой не очень хорошо. Это, наверное, опять-таки с высоты нашего полета вы оцениваете. С нашим менталитетом, да? Им эта драма не нужна. Ну, конечно. Ну, не нужна. Нет, на самом деле там есть интересные театры и драматические. Это неправильно, что это не так. Там зрителя для этого недостаточно. Все-таки у меня недавно друг приезжал, режиссер из Америки, и он очень много смотрел, и очень много я его водил по разным театрам. И он был потрясен, даже средними нашими постановками был потрясен, потому что наша средняя постановка – это невероятный уровень драматического искусства, скажем, для какого-нибудь сиэтлского или бостонского театра. Ну, это человек из театра, поэтому он был потрясен, он понимает, чего не хватает. А по большому счету, кассового успеха же не будет, если это сделать массовым, да, в Америке сегодня внедрить? Конечно, конечно, конечно. Согласен. Послушаем, зрителя, Валерий из Киева, да, первая? Валерий, добрый вечер, здрасте. Женечка, то, что я слышал, подтверждаю ваше мнение. Я скажу, что мне кажется, что уровень репертуарного театра, особенно русского, и будем даже ближе говорить, многих, ну, таких центральных городов России, театров превосходит любые, в общем-то, зарубежные аналоги. Ну, вот, относительно вашего театра, мне хочется сказать первое, что у вас была такая великая примана, чуть-чуть, конечно, уже в возрасте, Вера Альентова. Такой вопрос, вопрос, вы, вообще, у вас намечается такого плана, актриса, которая, вот, на которую будут ходить? И второй вопрос, я смотрел у вас спектакль Академия смеха Ромы Козыка Покойного, а вы не думаете его восстановить? Такой спектакль, вместо Андрея Паниных бы кто-то сыграл бы его. С конца начну, ну, думаю, что нет смысла восстанавливать Академию смеха. Это такой был спектакль, поставленный непосредственно на двух артистов, на Николая Фоменко и Андрея Панина, и он перестал, со смертью Андрея, он перестал существовать, и мне кажется, что это правильно, потому что есть, конечно, бывает, что там, как говорят, жизнь продолжается, продолжается там, и шоу должно продолжаться, но это не тот, незаменимых нет, и так далее, но это не тот случай, потому что, если бы не было этих артистов, не было бы этого спектакля. Это абсолютно была такая вот, ну, как сказать, не сконструированная, а рожденная история, несмотря на то, что это был очень коммерчески успешный спектакль. Он родился вот вместе у Романа Козыка. Это был первый спектакль Романа Козыка в театре Пушкина, когда он пришел туда. Вера Валентина Алентова... Нельзя говорить, была, вот что я имел, это не то, что она молодая, не молодая. Она по-прежнему является примой театра, она по-прежнему играет очень много в репертуаре, играет разные роли, и очень смелая актриса. И такая, знаете, таких вот актрис уже очень мало в новом поколении. Знаете, вот она как солдат. Она приходит на репетицию, она готова на все. И она слушает режиссера, и она, ну, ты все-таки из какого-то поколения... Ну, может быть, у нее еще муж режиссер, она понимает, что режиссера надо слушать. Нет, мы существуем в содружестве, и сейчас она репетирует новую роль большую, комедийную роль в спектакле «Семейка Краузе». Зимой будет премьера, так что, в общем, она по-прежнему ведущая актриса театра. Ну, конечно, в театре труппа, я считаю, очень сильная, и у нас есть замечательные артистки более молодого поколения, нового поколения, которые тоже, ну, так сказать, уже ведут репертуар. Это и Виктория Исакова, скажем, которая, конечно, там известна очень по кино и по сериалам. Ну, она замечательно, у меня играет графиню в Жене Бефигаро. И в прошлом году Владимир Мерзоев сделал «Вишневый сад», где она играет Раневскую. Но не только она, у нас замечательная артистка Александра Урсуляк, в ряд «Золотой маски», тоже играет очень много и очень разноплановые роли. Ну, достаточно вспомнить только главную героиню спектакля «Добрый человек» из Сизуана, который у нас очень популярен, и, так сказать, такой наш, наверное, самый обласканный критикой спектакль. Вот. Но и не только они, и Вера Воронкова замечательная, и Анастасия Панина. То есть, актрисы хорошие есть, и даже, даже, ну, так, может быть, не надо говорить, ну, вот этот у нас не пьедестал какой-то первой примы, а, в общем, что касается женщин, у нас, слава богу, во всех поколениях есть свои примы-дивы, не знаю, как их назвать. Ну, что значит, отец в театре пришел и не забыл никого, несмотря на то, что вы спросили про Геронидину, но, конечно, она остается примы-театром не Пушкина, но, тем не менее, Евгений перечислил всех выдающихся современных актрис. Александр Урсуля, конечно, поскольку там тоже помощь режиссерская была с детских лет, у этой девушки, и мы хорошо знаем папу, который нежно любит нашу программу, и, надеюсь, сейчас смотрит нас, поэтому передаю большой привет. Что касается Вера Валентина, знаю эту семью хорошо, неизвестно, кто там в семье больше режиссер, хочу я вам сказать. Юля. Юля, да, Юля Мишова. Воплотила режиссерские свои обицы и на вашей сцене тоже, да? Да, поставила замечательный спектакль «Любовь письма», где играют как раз Владимир Валентинович Меньшов и Вера Валентина Алентова. Но часто такие мегазвезды, как Алентова, мегазвезды советского периода в сегодняшней жизни не очень себя находят. Наверняка, может быть, и она подходит вам, говорит, вот все ваши новаторские дела в театре, это все хорошо, но вот работы-то мне маловато. Или так не происходит? Вы знаете, любая актриса, даже если она много занята в репертуаре, даже если есть большие планы, все равно им всем мало. Всегда. Они всегда хотят играть. Это такая профессия, что они всегда, особенно если Вера Валентина привыкла долгое время, она была, ну, наверное, главной примой этого театра. И при Козыке, и при Еремине, и до этого, там, при Морозове Борисе Афанасьче. Да и до этого, начиная с Равенских, там, да, она, в общем, играла всегда очень много. И поэтому, конечно, приходит там какой-то другой возраст. Просто даже, она сама понимает, что просто даже вот возрастно ролей меньше. Ну, да, да. Понимаете, просто, да. Ну, потому что я совершенно не хочу, чтобы она играла каких-то бабушек, там, ну, она другого склада. Да, она тоже, в общем, не очень хочет. А, да, а найти какую-то достойную роль, ну, конечно, я думаю, что она в ближайшее время будет и репетировать, и играть много. Она в очень хорошей форме находится, актерской, в общем. Хорошо, есть традиция, Евгений, в нашей программе, в начале передачи я прошу своих гостей адресовать зрителям вопрос какой-нибудь, ностальгический желательно. О чем спросим? Знаете, я, на самом деле, не знаю, насколько он ностальгический. Он какой-то важный для меня. Раз уж мы, в общем, раз это прямой эфир, и раз у меня есть возможность тоже что-то узнать, то я вот о чем подумал. Я вот перед эфиром говорил о том, что я недавно стоял в кассе и слушал, о чем спрашивают зрители. И меня удивили некоторые вопросы, которые они задают. Например, они говорили, а хорошо ли заканчивается спектакль? Например, они говорили, а красивая ли декорация? Я говорю, что что они спрашивают? Спрашивают, красивая ли декорация? Я говорю, это странный человек. Говорит, да вы что, очень многие спрашивают. Декорация большая, красивая, костюмы будут и так далее. И у меня возник такой вопрос. Или вот эти нововодные ваши штучки на черном заднике, два стула. Да, 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 да. И у меня возник такой вопрос. Он относится, знаете, и к прошлому, и к настоящему, и к будущему. А чем вы руководствуетесь, когда покупаете билет в театр? Когда покупали билет в театр раньше, если сейчас вы не ходите, например, туда не можете и так далее. Но чем вы руководствуетесь? Что для вас важно? Что вы ждете от театра? Это было бы не только для передачи, а для меня лично было бы интересно. Это хорошо, когда есть такой интерес ваш, что этот вопрос, вот не галочку поставили. Ну, я думаю, что не нужно расшифровывать, что у вас. Вы выбираете театр, или вы выбираете спектакль, или вы выбираете режиссера или актеров. Что для вас важно? Чем вы руководствуетесь, когда идете в театр? Чего вы ждете от театра? — Опять-таки включился художественный руководитель театра в данном случае. Мы проводим маркетинговые исследования, друзья мои. — Ну, почему нет? — На предмет того, что вам по-настоящему интересно в сегодняшнем театре. На кого идете? Или на что идете? И вообще, надоело Евгению Писареву стоять и подслушивать в кассе. Он решил напрямую сейчас услышать, чтобы в глаза ему сказали, что хорошо, а что плохо. В театре, на ваш взгляд, субъективный. 617-5197. Что касается момента стеснения, вы сказали, на предмет того, что, может быть, стеснялся, и поэтому актерская профессия не раскрылся в ней так, как хотелось бы раскрыться. Мне трудно представить, что человек, закончивший школу в студию МХАТ, прошедший в хорошую театральную школу, потом адаптировавшись. Ясно, что театральная школа мало что дает, когда оказываешься в театре. Адаптировавшись в театре, получив роли в кино, и все равно понимали, что какое-то стеснение есть, не совсем мое, не совсем раскрывая. — Ну, Табаков это, например, называл, это твоя поганая интеллигентность. Он говорит, давай, выбивай это все, потому что мешает это тебе. Просто эта профессия очень жесткая, и профессия очень такая, ну, как сказать, либо ты, либо тебя выживает сильнейший, волчьи законы, и еще что-то. Мне это все было не очень знакомо, потому что и в театральной студии, в которой я занимался, у Евгения Фридмана, какие-то другие законы существовали. Да и когда я поступил в школу-студию МХАТ, мне нравилось заниматься всем этим. Я совершенно не собирался толкаться, выпячиваться, и не умел это делать, к сожалению. — Это недостаток, да, для артиста? — Ну, абсолютно, конечно. А уж, собственно говоря, для артиста сегодняшнего времени, это, может быть, какое-то одно из основных, к сожалению, может быть. А может быть, что жалеть об этом, собственно? Это умение себя продавать. Да, у меня даже один друг, мой маркетолог, он сказал, у меня студенты есть, он говорит, я мог бы прочитать лекции твоим студентам на тему, ну, как-то это по-иностранному называется, я говорю, что это такое? Он говорит, ну, это чтобы они научились себя продавать. Я говорю, ты знаешь, я не хочу их этому учить, потому что те, которые умеют себя продавать, они и без маркетинговых, значит, лекций... — К сожалению, продадут. — Продадут себя, да. — И не в облаготеатре это произойдет. — Актеры не умеют, ну, они по-прежнему, так сказать, будут... Нет, дело не в этом, я не могу сказать, что я только из-за этого ушел, из актеров. Собственно говоря, из актеров я совсем и не ушел, но просто я переключился на режиссуру, если кто-то что-то интересное предложит, я готов сыграть. Но только это должен быть, конечно, какой-то режиссер, который мне может что-то дать. — Ну, давайте покажем один из фрагментов с участием актера, Евгения Писарева прямо сейчас, потом вернемся. — Слушай, Володь, надоели мне эти уже короткие замыкания. Я что, электрик, что ли? Я в прошлый раз чуть не обгорел. — Ну, что делать, что делать? — Ц-25 есть Ц-25. Вот, как раз на замке этого наркобарона и потренируешься. — А чем вы базарите, начальник? — Да ты понимаешь, какая ситуация, дружок? Вот для таких, как ты, которые людям наркоту-то сливали, вот этот спецприказ и существует. — Угу. Там проводочка невзначай перегорит, или газ взорвется. В общем, неосторожное обращение с огнем. — Ну что, посмотри еще раз повнимательней. Вот этот брал у меня героин. — Точно? — Так ты его давно знаешь? — Да нет. Дня два назад это было. Я еще скидку сделал ему для первого раза. — А, значит, оптовая сделка? — Не, какой там. Пару чеков взял, но обещал еще прийти. — Ага. И больше ты его не видел, да? — Видел. По телевизору. — Что ж ты, сучонок, нам раньше не позвонил? — Ну я же клиентов не сдаю. Я же говорю, обещал еще прийти. — Прапорщик! — Уводи. — Стоять! — А, начальники, что с домом-то будет? — С каким? — Ну, с моим. — Да цел будет твой дом. Сиди спокойно, барон. — Пока. — Стоять! — Что, оформляем? — Оформляем, оформляем. — Пошел. Руки за скрым. — Я первый раз в жизни это вижу. — Первый раз, да? Не видели раньше? — Рожденный в СССР Евгений Писарев у меня в гостях сегодня. И вот одна из сериальных работ, да? Это же сериал «Марш турецкого» был. — «Марш турецкого», да. Это было время, когда ничего другого. И вот были вот эти «Марши турецкого» и еще что-то такое. Нет, я, конечно, снимал. Ну, какие-то у меня были, но это все несерьезно. Я помню эти съемки, но так как телевизоры я и тогда не смотрел особенно. Ну, хоть увидел себя молодым. — Ну, сейчас вернулись в сериальную жизнь, учитывая «Супер Макс», например, можно вспомнить, да? — «Супер Макс» можно вспомнить, да. — Где вы играете отца большого семейства. — Да, да, да. Ну, это было такое хулиганство тоже такое. Это уже было такое необязательное хулиганство. Это уже было такое, скажем, хулиганство по дружбе. Это снимали продюсеры и компания, с которыми я начал общаться, снимаясь в «Чите Пиночетов». Была такая передача, с Юрой Черсиной мы снимались. Это был такой альтернативный юмор, который в то время мало кто понял. А вот мои сегодняшние студенты смотрят и говорят, что «Евгений Александрович, это так круто!» — Вы там хулиганили, Евгений Александрович, и помимо съемочной площадки, за ней, насколько я знаю, давая прозвища тем самим мальчишкам, которые играют ваших сыновей в этой картине. — А, в этом самом? — Ну, в «Супермаксе», я имею в виду. — В «Супермаксе»? — Да. Они вам, видимо, в отместку запирали вас там на ключе. — Было такое, да. — Пересаливали пищу, которая в кадры попадала. — Абсолютно. Там было прекрасно. Вообще были очень талантливые ребята. Они все уже выросли. И Сережа Походаев уже много снимается, и Артем много снимается. Сережа, по-моему, даже сыграл в последний фильм Звягинцева «Львиафан». Он парня вот этого, который там. Но это была веселая история. Это была, в общем, франшиза. Я забыл, как это по-английски называется. Это очень любопытный сериал. Не все у нас получилось, но... Знаете, мне иногда это любопытно, вдруг где-то сняться и потерять на 10-15 съемочных дней мозг. — Это вот произошло в «Супермаксе» именно, да? — В «Супермаксе» абсолютно. — Мозг был потеря. — Да, да, да. Мне даже моя подруга иногда говорит, почему как только ты становишься артистом, даже ненадолго, ты абсолютно теряешь какой-либо контроль, да, мозг, интеллект, и делаешь какие-то смелые вещи. Я говорю, ну вот именно потому, что у меня мозг настолько напряжен бесконечно всей той ответственностью, которую я на себя взвалил, поэтому, выходя на сцену, периодически, редко, но все-таки выходя, или снимаюсь где-то, я просто отрываюсь. Это вот, знаете, я стал очень хорошим артистом, ну, как хорошим, не в смысле каким-то выдающимся, а в смысле очень свободным артистом в тот момент, когда это не стало моей профессией, а когда это стало моим хобби. Когда я, вот Женя, у тебя есть там 10 свободных дней, это невозможно, ну, опять 5 найду. Ну, вот, значит, если еще за это платят, хорошо. Это тоже в сериале играет немалую роль. Да, естественно, немалую роль, да. То почему бы это не делать? И я с большим удовольствием это делаю, это для меня отдых. Боюсь произносить эту фразу, но Женя сам сказал, что человек без мозга. Мы увидим с вами прямо сейчас. Что это будет? Отец большого семейства или человек без мозга, как Евгений Пизарев сказал некоторое время о себе, когда внедрился в эту работу с головой на несколько съемочных дней, для того, чтобы сыграть отца того самого большого семейства. Большого, потому что, кто не знает, четверо сыновей. Там у Евгения по сценарию. В жизни у Евгении немножко иначе ситуация. Сыновей гораздо меньше, если не сказать, что их нет. Нет, у меня доченька одна. Вернемся к разговору Нины из Киева. Послушаем сначала. Нина, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Нина. Ну, во-первых, я обожаю вашу программу. Спасибо, Нина. Значит, у меня вопрос к Евгению. У вас раньше служил Сергей Лазарев. Служит ли он до сих пор у вас? Служит, да. Он служит, так сказать, на договорных условиях. Он не в трупе, но, в общем-то, четыре спектакля уже он за всю свою актерскую карьеру сыграл в Театре Пушкина. Три из которых поставлены мною. Сережа учился в школе-студии МХАТ у Романа Козыка и Дмитрия Брусникина, а я был педагогом на этом курсе. И, в общем, это было начало такой нашей дружбы и человеческой, и творческой. Он замечательный артист, именно театральный артист, понимаете, очень разносторонний. Для меня его ценность в театре, я бы сказал, даже превышает его... Он замечательный музыкант, там все у него прекрасно развивается в шоу-бизнесе. Ну, как всегда, сложно и так далее. Он очень трепетно к этому относится. Но для меня его ценность в театре выше, нежели в шоу-бизнесе. Конечно, он никогда шоу-бизнес на театр полностью не променяет, но все-таки как театральный артист, я считаю, он просто уникальный. Уникального дарования человек, уникальной трепетности, уникальной погруженности в материал, вообще отношения к делу. Я просто очень его люблю. В какой-то степени мне не хватает... Мне его мало, он не может полностью отдаваться театру. Мне не хватает его, как своего артиста, потому что... Ну, мало артистов, знаете, любой режиссер должен найти... Режиссеры, конечно, артистки и артисты должны найти своего режиссера. Но и режиссер должен найти своего артиста, через которого он может что-то сказать, что-то донести. Это не обязательно интеллектуальные мысли. Это иногда, понимаете, какой-то энергетический посыл даже. И вот Сережа тот самый человек, через которого я что-то пытаюсь транслировать. И когда он играет, там, и играл в «Удолжите тенор» или в «Талантах и покойниках», и когда сейчас он играет роль Фигаро, и это уже играет Сережа, который повзрослел и помудрел, и на чем-то обжегся, и уже не такие всегда искрящиеся, веселые глаза у него. Но все-таки он не перестает быть каким-то человеком, верящим в лучшее, и человеком дела, человеком, который все равно не дает себе возможности впасть в уныние. То есть с некой болью, да, такое отпускали, когда уходил из театра? Потому что он постепенно же становился мегапопулярным исполнителем. Ну, всегда у него параллельно развивался. У меня никогда не было иллюзий, что он придет и будет работать в театре постоянно, потому что он, конечно, как это говорят, возрожденческая фигура. Понимаете, ему все мало, ему театра, да ему мало и шоу-бизнеса, ему надо было обязательно и в цирке там что-то делать, и еще что-то. И я уверен, что придет какая-то роль, и он будет сниматься в кино. Он отказывается от съемок в роли Сергея Лазарева в кино. Он все-таки ждет, и, возможно, такой момент настанет, потому что он действительно очень талантливый человек. И, может быть, какая-то роль действительно в кино придет интересная. Я его очень люблю. И, в общем-то, закончив какую-то работу, мы уже вместе сразу понимаем, что это, может быть, не сразу произойдет, а через год, через два. Мы вместе начинаем думать о том, что дальше, что дальше. Поэтому связь у нас какая-то такая. Ну, вы, к сожалению, не ответили на вопрос, а сразу задали свой вопрос относительно Сергея Лазарева. Они ответили на вопрос о том, на что вы идете или на кого вы идете сегодня в театр. Но, мне кажется, в вашем вопросе уже и был ответ. И тут вот на таких популярных и любимых вами музыкантов, исполнителей, артистов, как Сергей Лазарев. И я поэтому допускаю, что вот когда десятилетия вы отмечали спектакль, и Сережа снова играл, да? Да. Там была, конечно, касса «Будь здоров», да? Все пришли на Лазарева. Ну, касса там была «Будь здоров», как, в общем-то, очень часто в театре Пушкина касса, слава богу, сейчас жаловаться не приходится. Ну, вообще, да, конечно, не так много артистов, ведь есть очень много популярных артистов, известных лиц, но это совершенно не гарантия того, что на них продаются билеты. Мы когда-то даже в Амхате вот так вот считали, вот в Амхате такое количество звезд, ну, наверное, может быть, самое большое количество собранных звезд Олегом Павловичем Табаковым. Но с зала собираемые, или как это еще называть, лица, ну, всего несколько фамилий. Ну, Амхате тоже грех жаловаться на отсутствие кассы. Это же вопрос не того, что билеты продаются, это дело не в этом. Дело в том, на что билетов нет сразу, или на что нужно билеты все-таки продавать каким-то образом, да? Поэтому есть какие-то фамилии, ну, такие, как, понятно, там, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Сергей Безруков и так далее. Да, это вот те артисты, на которых покупают билеты, которых хотят видеть, значит, чего-то ждут от них. Значит, это какая-то гарантия, если не чудо, то, по крайней мере, ну, как-то какого-то подъема, не знаю, какого-то ожидания от театра. Елена из Санкт-Петербурга к нам присоединяется. Елена, добрый вечер, здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хотела сказать, что очень приятно вашего гостя, так сказать, слушать и видеть, потому что, мне кажется, что скромность и вот такое ироничное отношение к себе очень украшает, и любовь, с которой он говорит об актерах. Это очень здорово. Что касается вопроса, я иду, наверное, в известные театры, которые я знаю, что ставят, в которых идут хорошие постановки, ну, например, МХАТ, там, Бартанговки, Ленком и так далее, на артисты в том числе. И спектакли тоже, как бы пьесы, которые ставятся, тоже немаловажную роль играют. Как-то так. А вот у меня такой вопрос, можно? Конечно, конечно, что ты спрашиваешь. Вот вы в начале передачи говорили о мюзиклах, да, бродвейских? У меня вопрос такой. Я когда-то очень давно, мне посчастливилось попасть на мюзикл кошки, которые приезжали в Москву, и у меня до сих пор ощущение от этого спектакля очень сильное впечатление. И вот в этих мюзиклах работают артисты, они, во-первых, двигаются великолепно, во-вторых, поют великолепно, и, в-третьих, они артисты драматические. Так. А почему? Не кажется ли вам, что наши артисты просто не имеют вот таких навыков существования, не учат так? Кажется. То есть все артисты, которые у нас... Я работал сам в мюзикле, я делал мюзикл звуки музыки в компании Stage Entertainment, и, в общем-то, продолжаю общаться с ними и сотрудничать. У нас есть замечательные артисты мюзикла, но в основном это самородки, это люди, которые природой одарены, что они могут и петь, и танцевать, и играть. Я не говорил, одни и те же, переходящие просто из мюзикла. И, в общем-то, это одни и те же. Это никакого такого большого рынка этих артистов нет. И поэтому всегда есть недостача. Они без работы сидят редко, потому что их не так много. Но, конечно, какого-то учебного заведения... Да у нас и педагогов, я не очень могу понять, кто это будет все преподавать. Теоретиков мюзикла, любителей мюзикла, наверное, может быть, у нас и достаточно. Но, действительно, у нас нет школы, где выпускались бы артисты музыкального театра, что ли, как бы сказать. Ну, мы с вами говорили уже про степ, вспоминали некоторое время назад. Да, вспоминали про степ и так далее. Мы можем делать акценты на каких-то своих вещах, а дух и интонации не понимаем. В Стейдж Интертеме сделали акцент на танцовщиках. То есть, поэтому они очень средне, на мой взгляд, поют и совсем не как играют. Ну, я могу это сказать, да. Но зато они замечательно танцуют. Но мюзикл все-таки в том... Там нельзя сказать... Я вот сам ставил мюзикл, и приезжали... И мне очень нравилась одна актриса, но она не тянула некоторые ноты. И я говорил, послушайте, ну, в русском театре это совершенно не важно. Она может проговорить какие-то слова, но главное, что в ней есть тепло, талант или еще что-то. И мои голландские и английские коллеги сказали, нет, это мюзикл. Здесь нельзя так. Здесь надо, чтобы было все вместе. Здесь надо, чтобы она и играла, и пела, и танцевала. И все это делало экстра-класс. Вообще, вот недавно с одним выдающимся артистом и педагогом современности мы говорили о том, что театр несколько и актеры несколько поизмельчали на сегодняшний день. И вот даже ваш кто-то сегодня спросил, стилизаций, зрителей про Альянтова, когда сошла речь, а есть ли артисты вот у уровня Альянтова? И также можно спросить, наверное, и про уровень Смоктуновского и Стигнеева и так далее. Вот люди все равно для себя какую-то планку обозначили и этой меркой меряют сегодня тех, кого видят из молодых, да? Не считаете, что сейчас классом ниже выходят артисты из вузов? Чем было ваше время? Чем было во времена, там, Олег Павлович? Ну, так особо... Какое уж мое время-то? Ну, я не знаю, какое ваше время. Ну, да, да. Это 90-е годы ваши. В 90-е это были гораздо хуже, чем сейчас, мне кажется, в плане времени для театра. Ну, тогда, да, театр тогда загибался. Я закончил школу-студию МХАТ и ходил во МХАТ, где в это время играли и Смоктуновский еще, и Стигнеев, и Вертинская, и Калягин, Невинный, и Мягков, все... И залы полупустые, да? Были полупустые залы, и, в общем, это было печальное все зрелище, на самом деле. Поэтому я даже жалею, что я застал вот этих своих кумиров киношных из детства. Я застал в тот период времени, и поэтому никаких впечатлений... У меня есть яркие впечатления из театрального детства, скажем, из 80-х годов, когда я успел там застать Андрея Миронова на сцене, там, Анатолия Попанова, Юрия Богатырева, кого-то там еще. Ну, даже дело Евгения Леонова, даже не потому, что я застал именно конкретно этих артистов, потому что я застал какой-то немножечко еще другой театр, другое отношение к театру. Ну, вот, я не знаю, как это сказать, трепет, внимание, обожествление какое-то. Может быть, я был еще ребенком, но и атмосфера вся была такой. Все-таки люди, которые попадали в то время в Ленком или в Театр Сатиры, ну, это было какое-то, как сказать, это было событие в жизни, да? Ты захотел создать со временем театр своего детства, да, отчасти? Наверное. По ощущениям хотя бы? Нет, я это не формулировал, но, конечно, безусловно, я все равно ставил спектакли, не пытаясь самовыразиться, а, может быть, пытаясь заполнить свою жизнь и окружающих меня близких людей тем, чего мне не хватает, чего у меня было в детстве, да, по впечатлениям, по ощущению театра как праздника, театра как какого-то волшебного сна, не знаю, которого вот на два с половиной часа ты проваливаешься в него, да? А сейчас много очень интересного театра современного, очень много публицистического театра, очень много экспериментального театра или какого-то классического и так далее, но вот этого ради чего, собственно говоря, многие из нас пошли в эту профессию, этого как-то нет, то ли время другое, то ли... Поэтому я не думаю, что измельчали артисты, артисты замечательные есть. Может быть, я неверно сформулировал вопрос, Евгений, давайте вот самому мэтру дадим возможность высказаться сейчас, а вы потом поймете, в чем он говорит, подтвердить или опровергнете. Слушаем, Олег Павлович. Знаете, к сожалению, актерское ремесло умаляется, как говорили в старое время, упадает. Я очень редко отдыхаю, но вот у меня есть дружок, он в Хорватии живет, он владеет отелем и иногда приглашает меня там довольно... ну, все программы российские там принимаются. Я смотрю и вижу, как, так сказать, некто из моих коллег что-то плохо играет. Мне становится неловко. Я в другую кнопку нажимаю, опять играет и так же плохо. На третью. И пошли по кнопкам, да? Ну да. Это очень серьезная проблема. Мы многое упустили в культуре за эти 21 год. Ждем на липах сессии. Ну вот учитель таксор. Умаляется, да, да. Ну, я согласен в чем-то, конечно. Но я не думаю, что это вина артистов. Я думаю, что это вина в какой-то степени. Не только даже там телевидение, сериалов, жизни нашей такой, ритмов там еще что-то. Это вина. Так развивается театр. В какой-то степени, к сожалению, все-таки. Потому что артист в театре современном, интересном, замечательном, новаторском, но он становится некой прилагательной частью. Вместе рядом с видео, с какими-то технологиями, с режиссерскими и авторскими изысками. Да, я помню, как один критик приехал из Виньона и восхищенно рассказывал о том, как он видел спектакль, где играли собаки, карлики, аутисты и еще что-то. Но, наверное, это необходимо, нужно, интересно. Но, понимаете, вот то, о чем говорит Олег Павлович, мастерство, вот сейчас уже, так сказать, режиссеры в основном говорят, пожалуйста, ничего не играйте. Ну, может быть, в какой-то степени это потому, что справиться с тем, с играющим артистом, режиссер, заставить его играть, ну так, чтобы это было не противно, не старомодно, не еще что-то, режиссеры в какой-то степени разучились. Сам Олег Павлович недавно признался, он сказал, у меня было два режиссера, Эфрос, Шумный день, в самой юности его, и Товстоногов, когда он играл Балалайкина компания. А сейчас он работает много, в общем, Олег Павлович выпускает все время спектакли, но он серьезно сказал, что, ну это, ну, как сказать, ну, используют Олега Павловича, Табакова, понимая, что... То есть, судя по вашему слову, предназначение артиста сегодня другое, да? Да, предназначение другое, умаляется предназначение. Мы стерли вместе с декорацией, с реквизитом вместе, да? Да, 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 вместе с другими прикладными эффектами для спектакля. И когда кто-то говорит о неком актерском театре, и все-таки о значении артиста, то его сразу куда-то в ретрограды приписывают, вот сразу, ну, как сказать, ну и что это, вот все это, какой-то, как будто человек защищает какой-то старый театр, да? А все мы такие пытаемся сейчас быть какими-то модными в ногу со временем и так далее, вот. Но мне жаль, потому что мои впечатления все детские, они, конечно же, театра, они, конечно, были от актеров. Я не вспоминаю невероятные декорации, которые были сделаны. Ну, тоже были хорошие. Даже Ундина, помните, какая шикарная была? У кого? Ундина в Амхаде. Да нет, дело не в этом. Все равно все побеждает. Я вот сейчас был тут на спектакле «Кому на Руси жить хорошо», который Кирилл Серебренников сделал в «Гоголь-центре». Там очень замечательный спектакль, очень много чего придумано. Но там в последней части спектакля на сцену выходит замечательная артистка Евгения Добровольская. И все, что было до этого, становится, в общем-то, обесцененным. Потому что выходит артистка настоящая, и мне не нужно ничего уже, никаких неизысков, ни хореографии, ни режиссуры, ни еще что-то. И выходит артистка, которая делает спектакль, и делает зрителей. И зрители, которые сидели так, сяк, смотрели, замечательный интересный спектакль, вот так вот вытягиваются и смотрят на протяжении там получаса, пока она играет свой кусок. А не на ту мишуру, которую пытались прикрыть. Ну, нет, я не буду говорить мишуру, это любопытно. Я сейчас образно говорю, я не ругаю коммунеру сердца. Я просто говорю, что когда появляется живой, настоящий человек, появляется настоящий артист, вот это класс, вот это здорово, вот это круто. А есть какие-то вещи, которые, ну, наверное, модные, наверное, стильные, наверное, там, любопытные, развивают каким-то образом там профессию и театр, но не крутые. Модного и стильного Кирилла Серебренникова вспомнил Евгений Писарев, и это не случайно, поскольку знакомы эти два блистательных режиссера и человека достаточно давно, причем находились по разную сторону рамбы, насколько я знаю. Фрагмент следующий мы посмотрим, там постановка Серебренникова, а играет Писарев. В прошлом веке я бы умер за шесть месяцев, зато теперь вылечился. Я могу это оттянуть на годы и годы. Да навечно может быть. А это хорошо, правда? Это зашибись! Мы как Щикова! Листый турист! Мужичок, у нашей истории счастливый финал. Хэппи-энд. Вот к чему тебе теперь придется привыкать. Мы достигли, они жили долго и счастливо, и перешли эту грань, и продолжаем идти за ней. Никто этот этап не описывал, а мы сейчас в нем. Это счастливый мир! Это счастливый мир! И ты, мужичок, сейчас в него войдет. Велком ту хэппи-волт! Рожденный в СССР, актер и режиссера. Евгений Писарев, или не знаю, как правильно сказать, режиссер и актер, наверное, так все-таки правильно расставляют приоритеты. Теперь уже режиссер и актер, да. Да, у меня в гостях сегодня. Несмотря на то, что мы там видели мхатовских артистов, в театре Пушкина этот спектакль... Это потом они стали мхатовскими артистами. Леша, а что потом мхатовскими артистами? Конечно, конечно. Леша вообще, Кирилл пригласил в этот спектакль Лешу Кравченко из театра Вахтангова. Ах, это в тот период еще? Да, 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 конечно. И Юра Чурсин тоже, в общем, какое-то время работал в театре Вахтангова, заменил в этом спектакле Толю Белого. Всех практически, кто в этом спектакле, включая там Наташу Швец и Лешу Гуськова, в свое время Олег Павлович, посмотрев этот спектакль... И отобрал. Отобрал из театра Пушкина и забрал в Амхат, включая Кирилла Серебренникова. Это был второй его спектакль в Москве, и это было наше, в общем, я считаю, счастливое знакомство, и начало нашей такой, ну, я считаю, дружбы. Хотя мы это не обсуждаем там вслух, но, тем не менее, это очень близкий мне человек. Хотя театр, который он делает, театр, который делаю я, это совершенно разные, может быть, диаметрально противоположные, что не мешает нам уважать друг друга и следить за творчеством друг друга. Но и, собственно, Кирилл в какой-то степени утвердил меня окончательно в том, что мне надо стать режиссером. Во-первых, меня, может быть, единственного из участников этого спектакля Олега Павловича не позвал в Амхат в качестве артиста, хотя, мне кажется, я там прилично работал как артист. Но что-то, видно, он ждал от момента, когда Олег Павлович придет, увидит мою режиссерскую работу и скажет, а вот теперь уже в этом качестве, давай приходи ко мне в Амхат. Вот, ну, Кирилл... Ну, вы заместитель Табакова, насколько я понимаю. Не заместитель, а помощник. Помощник Табакова, Олег Павлович. Заместитель Табакова Анатолий Миронович Смелянович. Я знаю, хорошо, Андрей Миронович, да. Хотя работаете в разных театральных коллективах, все равно являетесь помощником руководителя МХАТ. Сейчас? Да. Нет, 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 нет. Нет, у меня связь по-прежнему с МХАТом. Конечно, я ушел, это невозможно совмещать. Был об этом разговор. Олег Павлович, с одной стороны, привел меня в театр Пушкина и представил меня, и стал, так сказать, ну, каким-то крестным отцом в этом, в какой-то степени. С другой стороны, он меня страшно не хотел отпускать из МХАТа, потому что, ну, как-то, мне кажется, что у нас был хороший тандем, и я... Ну, его можно понять. Он отказал бы, потому что зачем он будет работать на другой театр? На третий, у него два есть. На третий. У него есть уже два своих. Да, поэтому мне немножко нелепо сейчас включаться в жизнь МХАТа и работать с замечательными людьми и артистами, с которыми я там поддерживаю дружеские отношения, когда у меня есть свой дом. Куда я должен работать на свой дом, на своих артистов. Антон Царь Петербурга очень давно ждет. Антон, извини за ожидание. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Мне важен, прежде всего, актерский состав, а второе... А второе? Мы не слышим вас, Антон. Ну, мы услышали версию, например, того, на что вы идете в театр или на кого. Важен, прежде всего, актерский состав. Мы заговорили про Табакова. Я вспомнил нашу недавнюю совсем встречу с Владимиром Андреевым. И мы заговорили с ним... Я сам боюсь такие вещи всегда произносить. Ну, за Ширвином набрячусь. Цитирую его цитаты в данном случае по поводу тех монстодонтов и того Ватикана, который сегодня стоит во главе театрального мира. Табаков, Хомский, Марк Захаров, Галина Волчек и так далее. Пусть это театры бренды, безусловно, это хорошо. Любимов ушел недавно от нас. Но, как вы считаете, должно сегодня искаться преемничество какое-то в театральных коллективах? Уже сейчас подбираться теми мастерами при жизни. А не когда вот до конца дней я здесь и никуда. Как произошло, как пример я вам назвал Владимира Андреева и Меншикова? Ну, это уникальный пример. И он аналогов особенно не имеет не только сейчас, а вообще как бы в театральной истории. И мне кажется, что от того, что я сейчас скажу, да, наверное, должен все-таки какого-то преемника и так далее. Все это пустые слова, потому что никто и не Товстоногов никакого преемника не оставил. И никто, ну, никто, кого бы мы не вспомнили. Ни Гончаров, ни Плучек, ни какие-то знаменитые руководители, много лет создавшие бренды своим театром. И потом, это есть, знаете, мне в какой-то степени повезло, потому что я думал, что я иду в такой, в общем, малоуспешный театр. Не брендовый театр. Так он и был таким, простите, что при вас говорю. Да, вот я говорю, что я думал, что это... Потом я подумал, да мне гораздо проще. Вы представляете, что там, дай бог здоровья всем этим людям, но кто-то придет в театр после Марка Захарова. Ну, они еще лет 10 будут сравнивать и говорить, что это был великий театр, был великий режиссер. Так же с Таганкой произошло, сейчас только бренд и остался. То же самое. А в БДТ это происходило уже в течение 20 с лишним лет. И все равно они все сверяются по Товстоногу. В этом плане я пришел в театр с одной стороны с историей, а с другой стороны с желанием обновления. Наоборот, с голодными артистами, изголодавшимися по режиссерам, по режиссуре, по работе и так далее. А не объевшимся прекрасным, но немножко объевшимся мхатовским артистам, у которых сегодня Бутусов, завтра Богомолов, тут Шапира, тут иностранный режиссер Писарев, Серебренников. Пожалуйста, все, как сказать. И они уже так выбирают. Вот у этого буду играть, у этого не буду. Может быть, я сейчас утрирую, но понятно, о чем идет речь. В театре Пушкина такого не было. В театре Пушкина очень рабочий коллектив и людей, которые готовы работать и репетировать с утра до ночи, потому что понимают, что никакой бренд за них не сработает. Никакие былые заслуги. Может быть, не сработает, но ваша задача была создать этот бренд заново. Я его, собственно, и создаю. Я этим и занимаюсь, потому что понимаю, что это счастье и заслуга невероятное таких руководителей, как Галина Борисовна Волчек или Марк Анатольевич Захаров, что они этот бренд создали. И даже если сейчас кто-то ругает спектакли «Современника» или «Ленкома», которые уже не те, что были там в 80-е, 70-е годы, возможно, да, действительно, приходит какое-то другое время. Все мы не молодеем и, так сказать, не всегда получается услышать время даже у 40-летних людей. Но бренды работают, залы полны, и поэтому вопросы все отпадают. Наша телезрительница из Ростова-на-Дону, Моника Котова, адресует вам вот такие, Евгений, поэтические строки. В театр Пушкина приходит и там без дела не сидит, руками очень важно вводит, он, так сказать, руководит. Как полководит сердцем честный, глядит, прищурившись, окрест. Театр все-таки известный, на восемь сотен с лишним мест. Там человек из Сизуана вдвоем под ручку с Жанной Д'Арк, с письмом, торчащим из кармана, бежит босой в ближайший парк. Тартюв там с аленьким цветочком встречает путника в ночи, и вдруг в Вишневом высадочке Шекспир и Белкин. Как правило, как повезло вам в самом деле, что он без дела не сидит. Ведь он же Писарев умело руководит, руководит. Это вам. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот вы человек, искушенный, конечно, театром, и мне сложно спрашивать вас, как зрителя, театрального зрителя, на что бы вы пошли сегодня, зная там перечисленных новомодных режиссеров, вы только что их назвали. Все они работают в известном, любимом нами театральном коллективе. Но все же, вот если выбирать, вы идете как зритель, вы на что сделаете акцент сегодня? Актерский состав? Новая режиссура? Новое веяние в драматургии? Свежая пьеса? Или Рената Литвинова в образе Раневской? Ну, например. Нет, но я все-таки, я все-таки, это немножко, это чуть-чуть другой вопрос, потому что зрители, они платят денежки свои, приходят, да, и покупают билеты. И зрители, конечно, так сказать, это другая история. Мне, может быть, не очень интересны спектакли сегодня с какими-то там знаменитыми артистами, ну, не потому, что меня не интересует их творчество, потому что, ну, я какие-то законы, по которым они сделаны, могу себе представить. Я, конечно, хотел бы увидеть спектакль, который как-то немножечко расширит мое сознание, который как-то мне, что-то мне новое расскажет о мире. Спектакль, который расскажет мне о том, что я и так знаю, ну, мне уже не очень интересен. Таких мы видели, перевидели уже. Да, и очень часто театр, искусство, кино, как бы сказать, ну, работает на такую историю, что вот точно я сижу и думаю, ну, так, как я и думал, вот такой мир и есть. А все-таки хочется увидеть какой-то спектакль, может, я придумываю, может, это уже невозможно, чтобы я удивился. Не игре артиста, не изыском режиссера, а посылу или, не знаю, содержанию какому-то, да, вот какому-то месседжу, когда я вдруг задумался вообще бы о том, как я живу. Человек с новым видением и руководитель нового театра имени Пушкина Евгений Писарев был у меня сегодня в гостях. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу, Жень. Спасибо, очень приятно. Увидимся, друзья мои, завтра, как обычно, в 22 часа. Я буду ждать вас вместе с Аллой Духовой. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok